всем привет мои дорогие зрители себя не показываю потому что снимаю со старого телефона все опять у меня в точках как вы видите извиняюсь что долго меня не было очень долго я даже не помню когда последний раз так долго я не выходила в youtube расскажу сейчас почему причина простая несмотря на то что многие думают что раз я блогер значит я грибу бабло лопатой и не знаю куда его деть жиру бесюсь и так далее несмотря на это что некоторые люди так думают как вы помните я купила телефон со вторых рук и он у меня камера одна там четыре по моему камеры три или четыре вот одна камера сломалась я его отдала обратно куда я его где его взяла мне должны починить то есть человек заказал новую камеру и должен установить на этот телефон новый старый я сейчас еду его забрать этот телефон а также мой старый телефон на который я сейчас снимаю он тоже барахлит в общем несмотря на то что я блогер и грибу бабло лопатами несмотря на это у меня старые телефоны которые меня подводят ну и плюс youtube так пока что еще не решил что делать с моими двумя видео которые я залила на youtube что там как бы авторские или как-то не авторские права как там но в общем по музыке копирайт по музыке но дело в том что я покупаю лицензионную музыку и вся музыка на моем канале она куплена оплаченная в общем то ли какой-то сбой то ли какой-то не знаю саботаж я не знаю что это в общем два видео так и не пропустила поэтому есть цен дорогие мои зрители есть цен на который пожалуйста подписывайтесь там платформа более адекватная она не не прессует так меня то есть папа этим всем авторским правам на музыку и так далее и там нормально у меня выходит видео ну вот говорю сейчас у меня был такой перерыв из-за телефонов но вообще там на два видео больше как минимум так что подписывайтесь на цен ссылка будет в описание у нас сегодня девятнадцатая чего декабря за бортом у нас 14 градусов тепла вот такая температура в декабре в британии было буквально наверное недели две холодно ну как холодно градусов 5-7 вот так вот а потом температура обратно вернулась на обычные свою колею и вот у нас и 14 град градусов за бортом снега видать в этом году не будет хотя конечно может быть еще в январе выпадет снежок за те 19 лет которые я живу в британии было один раз когда в марте выпал снег до пролежала где-то неделю немножко снега не очень много но факт снег был так что может быть будет в этом году снег посмотрим но я еду в город за своим телефоном а я кое-что вспомнила нет не еду я в город стопе стопе нам нужно вот сюда вот у меня электричество дома скоро кончится поэтому надо пополнить электричество а потом только в город так будет правильней там осталось совсем немножко и скоро уже наверное сегодня оно опять у меня вырубится как вы знаете у меня такая система пополняешь денежки кладешь на чип на карточку есть электричество дома не положил денежки или они кончились нету электричество дома поэтому вот такая система в общем я еду за электричеством а потом уже а потом в город поедем с вами еще хотела кое-что поделиться рассказать помните как то в одном из видео я говорила о том что в британских домах нет плесени что это какие-то выдумки пропагандистов что ну нету как в таком вот количестве у людей плесени дома и действительно я никого никогда не видела плесень вот у меня например дома да она иногда появляется зимой когда очень холодно чуть-чуть вокруг там окна и я ее протираю хлоркой раз в неделю и все и никакой как бы плесени нет но в этом году что-то невероятное только я сказала что нету плесени как она у меня появилась я вам потом дома покажу и на потолке в одной комнате и в другой комнате и даже на картине ну у меня картина она из холста льняного там лошадная нарисована если вы помните такая у меня есть картина моя любимая и эта картина вся в плесени я вчера что-то как-то под каким-то ракурсом посмотрела на нее смотрю так она не плесень а это моя любимая картина я ее быстро сняла сейчас вот буду отмывать как-то чистить бороться с этой плесенью ладно сейчас я пополню электричество и вернусь к вам только надо найти место припарковаться а тут нет мест что делать что делать что делать вот сюда вот ехать сейчас я вот сюда вот сверну вот сюда вот встану и схожу пополню электричество ну что я на почте сняла денежку сейчас закину стою в очереди пока стою рассматриваю красивые открыточки которые здесь есть такие красивые некоторые прям хоть в рамку вставляй и на стену вешай такая красота некоторые открытки даже с нашим городом названием так сказать на них кстати снег нарисован ну и где снег да вроде как ассоциируется рождество со снегом но снега не наблюдается вот так вот может быть раньше в предыдущих годах были был снег когда-то давно тетрадки по одному фунту 80 листов здесь а в один фунт фунт это 115 рублей хорошего такого качества заодно покажу вам деньги английские они уже у нас давно уже наверное года 3-4 если не больше вот такие вот пластиковые на них нарисована с одной стороны писательница с другой стороны сейчас покажу кто вот он кстати чип на который я буду класть свои 40 фунтов в общем у нас теперь давно уже говорю года 3-4 такие вот пластиковые деньги в принципе удобно да с другой стороны у нас королева до сих пор Елизавета пока что еще короля Чарльза пока что не нарисовали на деньгах не знаю когда так что хочу сказать удобные очень деньги не сминаются не рвутся а вода попадет ничего с ними не будет ну то есть вообще неубиваемые деньги все можно идти на улице солнышко сегодня такая теплая погода еще и солнце здорово да в общем я пополнила на газ не стала ничего пополнять потому что на газу у нас еще есть у нас еще есть газ его там много а вот электричество скоро кончится в общем иду к машине уже кто тут припарковался прямо на самом углу припарковался кто-то опасно так парковаться в зад кто-нибудь может дать ладно все вот мой фиатик моя пандочка мы едем в общем сейчас я наверное заскочу домой здесь недалеко и пополню вернее не пополню вставлю чип чтобы он уже был а то мало ли пока я там езжу у детей электричество кончится хотя мало вероятности но на всякий случай заеду домой засуну чип в дырочку и тогда уже поеду в город со спокойной совестью выполненного долга какое яркое солнце оно зимой это солнце близко-близко горизонту так у меня камера прыгает потому что у меня вот этот держатель для телефона он у меня слаб не знаю что с ним делать то ли новый покупать надо в общем он у меня прыгает поэтому вам может там картинка быть не очень ай как все трясется я ничего не могу сделать ничего не могу сделать хоть как вы видите дорога ровная без уха всяких дырок там не знаю но вот все трясется потому что держатель такой у телефона итак я дома это у меня газ а это у меня электричество так и мы включаем этот чип одной рукой неудобно втыкаем и все теперь те деньги которые я положила на этот самый счетчик они в доме так где моя закрывашка только что было и я еду обратно еду обратно в город да вроде тепло на улице но ветер такой сильный дует ужас так надо посмотреть почему оно прыгает когда оно едет я не знаю почему потому что оно как то вот оно ерзает вот оно ерзает почему оно ерзает не знаю почему оно ерзает но когда мы едем оно прям прыгает все ну вот это вот ерзает вот оно здесь ерзает я не знаю не знаю но придется вам посмотреть на картинку прыгающую ничего не могу поделать пока что. Если есть какие-то идеи, как сделать, чтобы телефон не прыгал, а может, он не прыгает, кстати. Может быть, это мне кажется. Напишите, как вам картинка, когда я еду на машине. Прыгает, нет, картинка, как вам кажется? Вот сейчас. Ведь скачет. Вот она, прыгает же, правильно? Напишите в комментариях, нормально, нет? Смотребельно или нет? У нас, кстати, скоро здесь дорогу будут все это учинить. Потому что я вот живу в этом доме уже 8 лет. И за 8 лет ни разу ее не чинили. Так что, соседние улицы уже чинят. Скоро и до нашей дойдет. Ну, а я еду в город. Повторила это уже раз 200. Ну, вот я и в городе. В центре уже почти. Сейчас я доеду до магазина. Там 2 часа бесплатной парковки. Поставлю машину и пройдусь с вами. Прогуляюсь по такой классной погоде, теплой. Вчера было чуть прохладней. Немножечко. Ну, а потом, наверное, вернусь домой и мы поедем с детьми куда-нибудь погуляем. все это время, сколько я не снимала. Ну, и вообще, всегда мы с ребятами гуляем где-то, путешествуем, гуляем, катаемся, развлекаемся. Как я говорю, тремся душой и все такое. Но я не снимаю много чего. Я снимаю, можно сказать, не знаю, там, 5% нашей жизни, остальное остается за кадром. Не знаю, к сожалению или не к сожалению, потому что все-таки не хочется жить YouTube одним, чтобы YouTube был твоей жизнью. Это как бы неправильно. А с другой стороны, все эти видео, это какая-то видеофиксация нашей жизни, к которой можно потом будет вернуться через много лет и посмотреть, как мы гуляли, отдыхали, путешествовали, где мы были, что мы рассказывали, как мы выглядели и так далее. Вот сейчас смотрите видео, скажем, пятилетней давности. Очень интересно смотреть, как дети выросли, ну то есть это такая как видеоальбом. Есть фотоальбом, а есть видеоальбом. Так что канал, он приносит тоже какие-то свои позитивные моменты в нашу семейную жизнь в том плане, что получается видеоальбом. Так, товарищи, я еду тут, мои права здесь. Тут round about. Так, здесь мы поворачиваем. И припарковываемся. Вон, нас парковка прям ждет. Эть. Вот сюда. Все. Приехали. Шумная дорога. Помните, я как-то показывала, снимала видео, и тут как раз мост, вон в той стороне мост, и там какой-то человек хотел спрыгнуть с моста, перекрыли тут все дороги, в общем, тут такой кипиш был. Вот недавно опять там. Я не понимаю, зачем они залазят на этот мост, потому что убиться на нем невозможно. Ну, вот он. Вон там, вот видите, вон там мост. Не знаю, ноги себе максимум сломать можно. В общем, не знаю, там периодически раз, наверное, в полгода кто-то залазит и делает вид, что хочет покончить с собой, и приезжает полиция, перекрывает все это, вот это вот, у нас обычное такое дело. Но непонятно, зачем на этот мост, потому что есть другой мост в городе, вот там действительно убьешься, а здесь нет, здесь ноги себе переломаешь. В общем, какие-то самоубийцы странные. Я подозреваю, это не совсем самоубийцы. Дело в том, что есть большой кризис, большая проблема с домами, социальными домами, которые люди не могут получить, одинокие, то есть несемейные, без детей, не могут получить. И им приходится просто на улице быть. Последние годы очень много стало бездомных людей. если там наркоманят еще, или там, то есть дом тебе могут дать социальный, но если ты не платишь за него, то тебя выгонят оттуда. Может быть, они лишились дома, или еще как-то. Ну, в общем, не знаю, есть большое количество людей, которые по какой-то причине им государство не дает дом. И они вот таким вот образом, я так предполагаю, это мои предположения, они таким образом пытаются к себе привлечь внимание, типа, что все уже довели их до ручки, так сказать, и он уже прыгает с моста, и может быть, поэтому им что-то дают, потому что я другого объяснения не могу найти. Говорю еще раз, этого моста не убьешься. Если только вот нужно сделать вид, что ты собираешься, так сказать, убиться, и использовать это для получения там жилья. Ну, я просто не могу представить какую-то другую причину. Вот. Вот такие вот дела. Ну, ладно, мы идем за своим телефоном. На деревьях, как вы видите, листвы нет, зато все в огоньках. Ну, вам не видно, оплетено все огоньками. Здесь, конечно, ночью все светится красиво так. Скоро Рождество, 25 число. Смотрите, белый голубь. Белый голубь. Представляете? Все обычные, один белый. Вот он как. Я иду на базар, потому что тот человек, он на базаре, а у него лавка. Вон впереди базар, большими буквами написано. И мы сейчас зайдем, поднимемся на второй этаж. И мы сейчас зайдем, все в огоньках, елки везде стоят. Такое рождественское настроение. Ну, а я иду вон туда вот. облом. Облом, потому что не пришла еще камера, он ждет ее сегодня. Говорит, что сегодня она должна прийти до двух часов дня, и он и установит. Так что я завтра пойду за телефоном. В общем, бежала сюда как укушенная, а все зря. Эх, думала, сейчас телефончик новый будет у меня мой опять. Ну, новый, новый старый. Но нет. Придется снимать этим пока что. Вот такие вот дела. Ладно, сейчас каких-нибудь к чаю печенюх возьму, ребята. Здесь очень дешевые цены на печенюхи вот такие вот. Вот какие-нибудь вот такие вот. Возьму печенюхи какие-нибудь вот эти. И еще что-нибудь сейчас возьму. Dark Mint два за фунт. Вот так вот. Да. Что у нас тут еще есть? Ладно, короче говоря, сейчас что-то возьму и пойду уже, наверное, к машине. Так, то есть. И они тоже. Я пейся. Два конфеток своих любимых. Не помню, как называется это растение. Зонтичное. Из него добываю такой экстракт черный. Он, по-моему, еще от кашля, что ли. Кто знает, как называется. Анис? Нет. Не анис. Не помню, в общем. Из них конфеты делают. Вот, мои любимые. В общем, я хотела сейчас пойти кофе попить. Решила, нет, не буду кофе пить. Сейчас вернусь к ребятам. Возьму ребят с собой. и мы поедем все вместе кофе, какао попьем, прогуляемся. Сейчас вам еще немножко центра покажу. Здесь вон организовали вот такой вот комплекс. Но, по-моему, он еще не открыт. Или открыт. The Pine Lodge написано. Ёлки. Не, музыка играет. Вон люди внутри, я вижу. Давайте заглянем, что там. Даже интересно, что там. Как красиво. Да, там бар. Можно купить пиво, сосиски и сесть у огня под рождественскую музыку посидеть с друзьями. Вот такая вот идея. ёлки везде. Вон большая ёлка огромная, на которой можно музыку заказать какую-то. Денежку, по-моему, там кидаешь и заказываешь музыку. Все вода здесь, как они, фонтаны выключены. Здесь еще другие фонтаны, они не выключаются, а эти выключили. В общем, вот так вот. Вон наша библиотека стеклянная. В общем, ладно, я иду домой. Еду домой, вернее. Нет, решила, зайду еще сейчас в магазинчик здесь. По-русски это Second Hand будет. Ну, конечно, здесь по-русски. Ну, чтобы вам было понятно, что за магазинчик. Вообще, магазин благотворительности. Зайду, посмотрю, может, что-нибудь интересное. Я в прошлый раз в том магазине купила старинную фотографию. Ну, сама фотография уже, наверное, перепечатана, но сама фотография старинная. То есть, начало прошлого века одна из улиц нашего города. Вот, если вы помните. Поэтому я туда зайду, мало ли, там, может быть, еще одна фотография такая есть. Или еще что-нибудь интересное, какая-нибудь пряжа, или еще чего-нибудь. Смотрите, какая обувь железная. Для чечетки, да, или как называется, седьмой размер. Мэйди Дингланд написано. Кожаный. Правильно? Это же для танцев ирландских. Я что-то не понимаю. Вроде бы, да. Хорошенький. Не вижу никаких фотографий. Совсем нет фотографий. Может быть, здесь будет сейчас. Посмотрим. Картинки есть. О, какая картина. Конкретно какое-то место. Потому что это копия какого-то художника. Вот его имя. Это 147-я копия. Всего было сделано 395 копий. Всего было 395. Это 147-я. Так что, это какой-то художник. сертификат. точно. Он сертификат о том, что это настоящее. Вот, оригинальный принт. Сделан дддд. Студио. Fine Art побольше. Вот их адрес. Так что, я была права. Красивая картинка. Я не знаю, что это за место. Вот тут написано Кокингтон Корт какой-то. Я не знаю, где это. Можно в гугле посмотреть. Красивые, да? Краски такие яркие. Это, кстати, мои любимые цвета. Желтый, оранжевый, зеленый. Обожаю эти цвета. Прям хочется съесть их. Красиво. А сколько стоит, интересно? Не пойму, сколько стоит. Где цена? Где цена? Не могу понять. Надо спросить, сколько стоит. Так, Надя, давай не набирай. Как ты увезешь все в свою деревню? Нельзя тебе набирать. Нельзя. Ну, как бы она красиво бы смотрелась на деревенском доме, Ну, скажите. Вот так вот. Представляете, да? На деревянных стенах избы. Вот такая красивая картинка. А место, если это существует, вернее, не если, а это место существует, то туда можно, в принципе, приехать и снять с той же самого ракурса вот это вот здание. Сейчас я посмотрю в гугле, что это. А место это есть, я посмотрела, рядом с Плимусом, на самом-самом юге, в это Корнвелл, если я не ошибаюсь. В общем, очень далеко, туда мы точно не поедем. Стоит она два с половиной фунта, я узнала. Не буду, наверное, брать, не знаю, взять, не буду брать, не буду брать просто по одной простой причине, что у меня уже столько всего, что я посчитала, мне нужно восемь чемоданов, чтобы вот этот минимум отвезти в деревню. Восемь чемоданов, у меня их еще пока что нет, поэтому, да, и даже если они у меня будут, непонятно, со всеми этими закрытиями границ, как все это перевезти. Это, по-моему, пластинки, кстати. Ох, точно, пластинки. Вон, Чайковский, смотрите. Чайковский, 5 фунтов стоит. Здесь, скорее всего, много пластинок. Да, Чайковский, почти как Будковский, да, пластинки. Каждая пластинка обернута в индивидуальную упаковку. Вот. Стоит 5 фунтов. 5 фунтов, это, грубо говоря, 500 рублей. И вот еще вот такой есть. Ой, какой тяжелый вот это вот. Что-то очень большое. Тоже. Ага, да, тоже. Тоже обвернутый. В общем, пластинки в большом-большом количестве. Как их только слушать, непонятно. Это нужно специальный же этот проигрыватель, где его вообще взять. Вот эта штука тяжелая. Там много, наверное, пластинок. Чайковский чуть полегче. Здесь мебель продается со вторых рук. А мне вот подушечку было бы как раз. Знаете, почему? Я медвежонка сшила медведя, а чем наполнить его не знаю. Можно, конечно, на ebay посмотреть. фунт 50 стоит. Интересно, что у него внутри. Давайте посмотрим, что у него внутри. Можно, конечно, на ebay заказать новое какое-то. Вот. То есть, если вот это распотрошить, то я смогу набить своего медвежонка. Я медвежонка сшила. Ну, почти дошила. Там оставила отверстие, в которое нужно напихать вот это все. Уже купила глаза ему даже. Нос еще не придумала, как сделать. В общем, глаза купила. В общем, занимаюсь рукоделием. А еще я из остатков материала сшила одеяло. Покрывало. Дома потом покажу. В общем, здесь мебель. Мебель, мебель. Иногда попадаются фотографии. Сейчас, вон, смотрите, какой на канвасе. О, да, канвас, нет? Да, канвас. О, прям моя фотография. Я тоже буду так фотографировать. Я даже знаю, где это сфотографировано. Рядом деревня есть Калсан Вилыч. Это там те места красивые. На канвасе. Я тоже так могу свои фотографии сделать на канвас. О, вот эта тема. Я придумала. Мне надо не покупать чьи-то картины. Мне надо мои фотографии. А я люблю это делаю. У меня хорошо получается. надо мне тоже вот так же на канвас как-то это заказать. И в деревенском доме можно сделать картины не какие-то там каких-то пейзажей, каких-то мест, а именно точно именно тех мест, которые мне нравятся из Англии. То есть мне надо файлы эти с собой только взять, потому что я не буду уже канвасы с собой тащить. Это еще наверное 8 чемоданов надо. В общем такая идея мне только что пришла. Украсить дом не картинами какими-то, а именно картинами теми, которые я уже нафотографировала. Наверняка в России делаю канвас. А что это такое за баночка стоит? Что это за баночка такая? Давайте посмотрим что за баночка. Что за баночка? Баночка бискетт для печенюха. В общем кто знает кто живет в Ярославской области и кто живет в России напишите есть такой сервис чтобы на канвас перенести свою фотографию. тоже канвас. Вот да это тоже канвас. Вот он тоже канвас. это нарисовано на канвасе. Это вон нарисовано. А я мне нужно именно фотографию. Сколько это стоит интересно. Ладно хорошего помаленьку. Я сейчас знаете что подумала еще в один магазин сейчас заеду. А потом уже домой поеду. Сейчас мне пришло на ум заехать еще в один магазин. Кстати вот они скутеры такие маленькие которые можно взять на прокат. А ну люди их покупают обычно но можно и на прокат взять но их дают только стареньким пожилым людям которым тяжело ходить передвигаться тяжело ой как дует сильно ладно все я иду к машине и Субтитры сделал DimaTorzok